в этот раз решил экономчиком очень переживай за завтрашнее интервью что я не высплю бедные пенсионеры когда вы едете в штаты что у вас должно быть сумки обязательно меняем мир и кушаем ребята добро пожаловать новый влог что вас ждет сегодня мы с вами отправляемся в майами майами для меня безумно вдохновляющий город сша потому что это именно тот город куда в первый раз приехал в 2013 году тогда я думала что я буду мигрировать канаду я была уверена что я буду играть канаду я смотрела уже все просто выясняла про канаду и потом я приехала в америку и конечно я поняла что насколько насколько это вот страна в которой особенно представляете ситуацию в апреле я была в питере приезжаю в майами мы приехали с моей тетей с моим двоюродным братом знакомиться с моим троюродным дедушкой которого никогда в жизни не видел но я знала что у нас кто-то был сша и вот мы приехали и знаете майами это когда вот есть обычная жизнь а есть жизнь в которой краски и яркость вытягивают в два раза увеличивают как на фотографии и это то что с вами произошло я приехала в место где невероятно яркие краски улыбчивые люди прекрасный климат я просто влюбилась я помню как я зашла первый раз виктория сих это вот такие вот воспоминания которые с тобой остаются на всю жизнь и для меня всегда возвращение в майами даже на несколько дней это всегда праздник профессор поэтому сегодня мы едем в майами что мы едем делать как вы знаете я стала первым креатором в которого инвестировали венчурные фонды и вообще вот этот тренд инвестиций в людей он только зарождается и мой инвестор slow ventures и мои инвесторы либерманы делают такой небольшой междусобой чик они назвали это конференцией но это между собой 30 людей 30 человек мы с моей соседкой марина давыдовы она тоже во всей этой теме замешана мы с ней вместе поедем майами и там знаете я на самом деле обожаю вот эти вот тусовки про инвестиций людей то что в принципе все друзья и я решила в майами раз уж я приехала остаться на еще один день я буду брать интервью у валерий липовецкий который на самом деле очень давно хотел с ним познакомиться девушка которая родилась в россии провела детство в израиле потом приехал в канаду и сейчас она переехала в майами она один из главных фэшн-блогеров я бы сказала мира она довольно известная и мне прям вот очень хочется с ней пообщаться взять с ней интервью познакомиться с ее мужем и у меня будет съемка с гоши камаев если вы знаете мне кажется это самый такой инста инста фотограф топ-1 топ-3 фотографа создающих такой классный безумно сочный контент в инстаграме в общем беру вас с собой в майами кстати летим экономом знаете почему я тут выяснила опытным путем что в сша да и за бизнесом за мили и в сша бизнес за мили ты заплачиваешь типа 300 тысяч миль для того чтобы сесть в бизнес я тут узнала что эмирид первый класс стоит каких-то несчастных 100 тысяч миль и чтобы я теперь потратила на апгрейд этот дурацкий бизнес в америке который в юнайтед мы сейчас полетим там даже кресло не раскладывается в лёжку господи я спокойно в экономе пролечу и посмотрю сериал вот поэтому знаете мили оказывается надо еще более с умом расходовать с учетом того куда вы ездите я не знала про эмирид как только я узнала я прям забила на все эти темы апгрейды по штатам потому что ну просто нету смысла получается потому что как бы эмирид в одну сторону не за мили стоит 11 тысяч долларов или там 11-15 тысяч долларов сан-франциско дубай а за мили стоит 110 тысяч миль плюс там типа 600 долларов налогов так что всем кто еще не собирает мили срочно начинайте собирать всем кто собирает мили расходуйте с умом все without further ado поехали в майами две взрослые женщины и один неговорящий по-английски таксист мы приехали в другой терминал и у нас утренний хайк по аэропорту нам всего лишь нужно пройти целый круг страшно как будто типа мы летаем я не знаю какой раз из этого аэропорта летаю 30-48 это наверное больше летать мне кажется летаешь каждую неделю куда-нибудь в л.а. раньше да сейчас последнее время нет довольно часто ну да и и мы запутались в родном аэропорту а сейчас внимание у нас лучший аэропорт в мире ну не в мире а в США знаете почему уже на завтрак кашка свежесваренная ну что ж за красота никогда не долетала до моим и так быстро мне дима сказал что на ветре всякость можно скачать сериал и я смотрела за руководство все шесть часов идеально когда еще я так могу посмотреть боже мой это лучшее что может быть при любите причем и не тело экономом почему экономом тоже мили в сша супер дороги в этот раз решила экономчиком и ни разу не пожалела просто вау сейчас жду марину и едем в лотайм welcome to майами нас встречает подруга кстати как круто везде везде это есть все люди это я понимаю брендинг и маркетинг сразу свой стартап мне так нравится что еще сердечко ребят когда вы едете в штаты что у вас должно быть сумки обязательно так обязательно маст вот свои чаи потому что что в америке какие чаи у меня я вам тоже покажу у меня тоже весь портфель у меня с собой же свиного чая на отличие обязательно только свои потому что иначе вам надо вот такой вот порошочек и вообще не hot water with lemon if you want неужели это я сижу с подружками моя любимая без детей никто не кричит что это где я все-таки красивые ресторан такой стильный мы такие классные к нам присоединился с маша маша привет ты новый герой на моем канале мы тебя еще не видели маша сестра братьев либерманов либерманов вы знаете ребята ровно вот здесь в 2013 году я сделала одну из первых фотографий по приезде в сша и вот я снова здесь вот в этом доме я останавливалась свою первую ночь в сша господи какая ностальгия 10 лет назад 10 ровно time flies я приехала тогда с мечтой жить тут точнее у меня не было для мечты я приехала офигела решила что надо жить тут и вот гражданин если вам хочется посмотреть быстрый обзор номера я не знаю такой милые это их отель как бы они арендовали для конференции as me hotel называется это мои немного луков для завтрашней фотосессии вот удивительно я не знаю мне в отеле почему-то очень милый сервис сделали мне принесли бутылку вина меня там проводили до номера и так далее вот всегда думаю узнали не узнали либо просто такие милые вот вот так вот вот цветы я купила для валерии липовецкий мы завтра с ней снимаем интервью сейчас расскажу еще подробнее что у нас будет и такая ванна ну все-таки знаете в стиле 60-е мне кажется дома в лас-алтас хиллс у нас вот в таком стиле только это все новенькое а у нас все старенькое как вы поняли мы приехали в майами буквально на два дня на конференцию конференция либерманов братьев их фонда и slow ventures обе этих компаний являются инвесторами в lingua marina llc lingua marina llc это то что вы сейчас перед собой видите это майами диакомпания которая включает все мои блогерские активити я являюсь первым креатором в мире который поднял вечерный раунд конечно удивительно насколько меняется мир инвестиций потому что ну вот условно представляете если бы вам предложили вместо того чтобы ну вот представьте вы ангельский инвестор инвестируйте в компанию так не знаю как это можно представить но условно вы бы хотели инвестировать свои деньги в 1 процент дохода всех выпускников им найти какого-то определенного года или например есть по моему статистика она какая-то не официальная понятно что особо это не высчитывали но вот Y Combinator да у нас есть стартап акселератор из которого выпускаются там компании типа airbnb dropbox это вот их прошлые компании были там stripe сильные сейчас уже может быть не такие компании которые прямо на слуху но вообще у них очень сильное портфолио вот представляете если бы Y Combinator инвестировали не в конкретную компанию фаундера а в самого фаундера то возвратной инвестиции был бы в 80 раз больше понимаете да как функционирует сейчас рынок мы инвестируем в конкретную компанию но что происходит с фаундером фаундер сделал одну компанию не полетела сделал другую опыт она может полетела а иногда из-за того что он поднял на одну определенную компанию он работает на ней потому что чувствует обязательства перед инвестором а ему уже на самом деле не интересно и кажется что на ранней стадии весит рынок немножко сломан потому что все равно когда я там окей у меня они особо опыт большой но когда я инвестирую ангельские компании я смотрю на фаундера меня не очень интересует идея потому что я знаю что идея меняется вот так вот просто постоянно я думаю насколько фаундер понимает в принципе рынок куда он идет и насколько у него вообще есть опыт того что он вывозил уже идеи поэтому я например предпочитаю инвестировать в фаундеров которые уже что-то делали либо у которых есть определенные там трекшен и я знаю что они справятся вот опять же я еще не супер продвинутый инвестор лучше других спрашивать но получается так что на начальном этапе вот основной концерн там почему не инвестировать людей а вдруг там человека убьют или еще что-то и типа ты инвестировал но на самом деле если мы берем компании на ранней стадии если мы убираем оттуда фаундера то все тоже точно так же разваливается как и с креатором то есть почему мы не можем инвестировать в креаторов да которые на самом деле медиа компании или почему нам не инвестировать в фаундера чтобы он не пытался идею какую-то горячую придумать, да, постоянно, а имел капитал для того, чтобы сразу несколько идей тестировать. В общем, это интересная концепция, очень много скептиков, очень много людей, которые не понимают, но рынок движется к тому, что, ну вот я бы очень хотела иметь ETF-ку на выпускников Гарварда, MIT, Y Combinator и так далее, потому что это люди, которые в итоге меняют мир, вместо того, чтобы там бегать за ними, искать их компанию, а с их точки зрения, вместо того, чтобы выпускаться с кучей долгов там университета и идти вначале прозябать свою карьеру в корпоративную среду, чтобы выплатить этот долг, они могут сразу идти и делать крутые идеи. Точно так же, как условно, да, в Советском Союзе работало образование, которое было абсолютно бесплатно, и в общем это поднимает уровень нации, да, в США сейчас получается так, что ты либо берешь долг, либо ты из классной семьи, а иначе у тебя тогда нет образования, то есть тут еще и социальная миссия классная, и вообще, в принципе, для человека я понимаю, как это круто работает, вот, поэтому я безумно рада, что я оказалась волею судеб в группе людей, которые начинают эти инвестиции в людей, вот у нас целая конференция, будет всего 30 человек, будут обалденные фаундеры, я уже посмотрела список, будет фаундер ондек, будет человек, который сделал Friends with Benefits, это DAO, которое они подняли больше 10 миллионов долларов, в общем, интересные, классные люди, погнали на конфу. Единственное, что я особо не могу там снимать, ребята делают такую частную, закрытую, без журналистов, вот, ну просто вам покажу, покажу вайп конференции, в которых говорят, на которых говорят про изменения мира, безумно вдохновляющие. Так, вот у нас отельчик, красивый, я просто человек, который мерзнет даже в Майами, поэтому я одета вот так, но у меня, видимо, еще, знаете, джет-лак на самом деле сильный, вот эти, кажется, 3 часа разница, но меня прям мажет дико, я не очень хорошо спала, я очень боюсь, так вот рассказываю, боюсь и рассказываю. Завтра я беру интервью Валерии Липовецки, девушка из России изначально, но она жила в Канаде, выросла там и сейчас живет в Майами. Она меня безумно вдохновляет в плане стиля, в плане того, как она ведет соцсети, у нее трое детей, и я хочу с ней вообще, знаете, если бы у нее был курс, я бы просто купила курс, так как у нее нет курса, мы с ней делаем интервью, потому что мне безумно интересен ее путь в фэшене. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, меняем мир и кушаем. One step at a time. One bite, one bite at a time. Мы сделали ужин, мне сейчас надо пойти за йогуртом, но Даня очень любит разговаривать, очень любит, видите, Ганна любит разговаривать, бесконечно, бесконечно. Честно, немного переживаю за завтрашнее интервью, потому что я чувствую, что я уже очень хочу спать, но я чувствую, что я не усну и не важно сколько я мелатонина выпью, я все равно не усну и поэтому, блин, очень переживаю за завтрашнее интервью, что я не высплю. На завтрашнее интервью не выспишься? Да. Ты спишь обычно на интервью, да? Ну что, конференция прошла классно, мы с вами идем на ужин после конференции. Ребята все, почти все знакомые, все классные, очень такая дружная атмосфера, что ты не напрягаешься, выступаешь, а спокойно, ну такой томашний разговор. Очень надеемся, что через 10 лет на NASDAQ можно будет покупать индексы людей, либо что каждый человек сможет вывести себя спокойно на IPO или что-то там придумать, как поднять капитал, без того, чтобы делать там компанию и проходить всякие регуляторные проверки. На этой конференции был человек, который уже продал свои акции 1200 людям, но там какая-то очень странная модель. Там модель про то, что эти люди принимают решения коллективно за него, вплоть до того, типа, съезжаться ли ему со своей девушкой или нет. Это я микрофон прикрыла, я не знаю, что дает ли. Но, блин, это too much. В моем случае у меня вообще никто решенники не принимает, я сама все принимаю, что хочу, то и делаю. А вот это вот, ну так, надо быть смелым. Вам маленький спойлер следующего видео. Ребята пришли, посмотрите. Откуда вы, ребят? Я из Беларуси. Все из Беларуси. Все из Беларуси, супер. Ребята пришли, посмотрите, с каким сетапом, со своим светом. Мне помогают сегодня на съемках, мы уже у Валерии в офисе. Чтобы понимали, я так просто смотрю, я немножко фэшн хочу. Вот надо вот такой вот офис, вот такого трейл, потом вот еще куча обуви и вот такой вот фон с разными цветами, на котором снимать. Вау. Ну и ассистентка у нее тут просто разбирает коробки, пакует, отправляет, пакует, отправляет. Обалдеть. Обалдеть. Ребят, вы давно тут? Я почти 7 лет. И ты все время в видео... Нет, я только 2 года назад начала заниматься. Мы с вами переехали в Майами с мужем из Филадельфии, купили квартиру в центре Брикеле, в центре. И все, и я уже в Филадельфии все взяла, что можно по видеосъемке, захотела бы новых возможностей, переехала сюда и просто невероятно счастлива на самом деле. Здесь все по-другому. Класс, класс, класс. Много у вас съемок? Да, я обучаю видеосъемки, я наставничество, у меня прям все, я прям очень занята, очень много съемок. Всем нужен контент, поэтому очень классно быть видеографом. Класс, класс. Вера тоже видеокриэйтор. Заходи, заходи, все по-русски, кроме этого человека. Да, я недавно начала, вернее, я давно занимаюсь видеосъемкой, я по образованию сценарист, режиссер, видеооператор, но съемкой начала заниматься буквально недавно профессионально. Вот мы скоперировали с Сашей и решили вам сделать крутое интервью. Кажет, спасибо вам, девчонки, все так рано. У меня еще это, я встала сегодня в 4 часа утра по моему времени. Мы тоже рано встали, все получится, все будет классно. Класс. Поддержка моя пришла. Доброе утро. Валерия и Гэри пришли. Это мой русский влог. Это спойлер-алер, все, в следующем видео будет с тобой. Я, кстати, буду, мы будем на английском, но я потом продублирую нас на русском языке. Ну, чтобы была на двух языках. Потому что все мои русскоязычные ребята такие, Валерия, Валерия, Валерия. Ты большое вдохновение для тех, кто на русском, ну, как бы из России хочет делать контент на английском. Да. Я чувствую, что много сейчас creators, ну, начинают делать этот мув с русским на английском. Конечно, да, потому что, ну, понятно, рынок схлопнулся немножко. Да, но это, конечно, тяжело. Что, ребята, закончили мы интервью с Валерией. Это было невероятно. Блин, как классно интервьюировать людей, которых ты смотришь. Это, конечно, огромный-огромный плюс карьеры блогера, когда ты можешь просто с любым человеком... Ну, не с любым, конечно, но с такими вот людьми соединяться. И Гэри такой классный. Есть столько мне советов как реактор дали. Ну, многие мы обсуждали в интервью, что это будет за кадром, что тоже совсем как до цифры. Не все любят делиться этим на камеру, это нормально. Вот. Ну, в общем, это всё безумно интересно. Знаете, насколько важно находить людей, которые похожи на тебя. Они в плане работы с брендами очень далеко ушли, но... Ну, в плане, когда я себя сравниваю, да. Но, блин, как же меня это вдохновляет, что у меня есть у кого поучиться. И несколько советов, которые он мне дал. Мне кажется, вот я сейчас просто займусь этим и вот так вот ещё больше... Выстрелю. В общем, ждите на следующей недельке. Я сама очень жду на стоков этажа. Прям вот, знаете, такое настроение обалденное. Сейчас у меня уже через буквально 20 минут приходит Алина меня красить. И мы будем делать фотосессию с Гошей. Вот. И вообще классный день, прекрасный день. Прям вот такие вот моменты у меня. Вот такой вот финальный результат. Чтобы мы понимали. Можно я так всё время на видео красить? Блин, так красиво. Вау же. Просто вау. В общем, у меня лук такой суперпростой, но с сапогами. В общем, это вы уже всё увидите, когда выйдут кадры. Не забудьте, пожалуйста, подписаться. Я теперь не могу говорить это слово. Подписывайтесь на фотосоцсеть. Фото и короткое видео соцсеть появятся тут. Вот, мы едем на съёмку. Вау, Гоша целый сетап. Вер и целый сетап. Красота. Привет! Привет, привет. Команда наша сегодняшняя. Кайф, 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 кайф. Будем творить красоту сейчас. Как вам такой лучок? Огонь. Вообще, вообще. Бедные пенсионеры с Балл-Харбора сегодня повидали. Лучок, и в живот. Гоша, сколько ты в Америке? 7 месяцев. Но я до этого был 3 месяца. Да, 3 месяца. И решил переехать потом. Ты 7 месяцев назад решил переехать? Но ты давно хотел. Нет, вообще никогда не хотел, никогда не собирался. И вообще никогда не думал, что я буду мигрантом. Смотрел на этих людей и думал, зачем? Чудики, да. Зачем вообще, да. Но у тебя же всё классно было в Москве, правильно? Ты с Лерчик, ты главный фотограф был, да? Это как фулл-тайм работа, или вы всё равно работали по проектам? Нет, у нас был контракт на постоянную работу. Класс. Достаточно плотно сотрудничали. Больше трёх лет. Офигенно. Поэтому, да, мы сделали достаточно, прошли достаточно большой путь, интересный, вместе выросли. Поэтому это было, да, действительно классное сотрудничество, которое не хотелось, чтобы оно заканчивалось. Но я понимал, что поменялась сильная и внешняя ситуация. Я хотел продолжать путешествовать многое. И я понимал, что мне из Москвы становилось сложнее куда-либо летать, потому что появились постоянные какие-то прокладки. Всё через Дубай, через Дубай, через Турцию, ещё какие-то. И, конечно, я принял решение, не простое, а для себя, но всё оставить, абсолютно всё, что было нажито, скажем так, в плане работы. Все свои активы в Москве и уехать, и начать всё с самого нуля. Но ты уже тоже довольно востребован, да? Ты приехал в Моя, у тебя каждый день съёмки. Да, да. Уже всё нормально складывается, да? Ну, в целом, я с первого месяца как приехал, и, конечно, у меня был развитый блок, у меня есть аудитория и здесь. Много планов, много планов на Америку, интересно развиваться на новом рынке, но пока безумно сложно. Ладно. Через пять лет, Гоша, где? Что делает? Что я делаю? Ну, однозначно, я снимаю, я вижу себя продолжающим до старости по пути фотографа. Я, наверное, работаю с крупными брендами, мы как раз-таки сейчас в Нью-Йорке открыли маленький продакшн и начинаем сотрудничество с брендами, потому что, мне кажется, мы живём в уникальной локации, в очень узнаваемой и действительно по миру огромное количество брендов, которые хотели бы сделать именно такие стритовские, харизматичные съёмки в Нью-Йорке. Вот, поэтому у нас вот такой вот вектор именно на стрит-съёмке в Нью-Йорке. Я очень хочу к тебе приехать на стрит-съёмку в Нью-Йорке. Я тебя жду. Четыре утра встать, да, нужно? Пока нету народа. Да, да, да. Но это ещё помимо съёмки, это классный экспириенс, встретить рассвет в пустом Нью-Йорке. Да, классно из Европы прилететь, сделать эту съёмку в чат-лайне. Ну, да, да. Вот, поэтому я думаю, что я буду работать с крутыми брендами, снимать кампейн, рекламу, ну и развивать параллельно те направления, в которых мне интересно развиваться и расти детей, путешествовать. Класс, класс, офигенно. Через пять лет точно. Фингерс кросс за тебя, супер. Спасибо. Надеюсь, что мы как-нибудь встретимся на Мэтт Галла или ещё где-то на моторном мероприятии. Ребята, спасибо вам за суперсъёмку. Спасибо. Cheers. У-ху. Класс, класс. Наш сегодняшний стилист, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься вообще full-time, где ты живёшь и какая у тебя большая цель? Я живу в Майами, недавно переехала из Нью-Йорка. Я персональный стилист, фэшн-стилист, делаю съёмки, подбираю луки людям, меняю стиль, помогаю найти их стиль, помогаю разобрать гардероб, в общем, всё, что связано с одеждой и около этого. Я жила в Нью-Йорке, семь лет, обожала этот город, но в прошлом году, в декабре, переехала сюда в Майами. И как? Не жалеешь? Отлично. Вообще, такой кайф. У меня квартира с видом на океан, я просыпаюсь, и я такая, вау. Боже, как прекрасно. Класс. Какие у меня цели? Вообще, я всю жизнь хотела работать именно в фэшн, но, так скажем, очень часто моя жизнь, как-то мои пути уходили от этого. Я даже в Нью-Йорк приехала, чтобы поступать в Парсонс. Вот, я сдала TOEFL, у меня не хватило шесть баллов. Ну, надо было пересдать. И я такая, а дай-ка я попробую инстаграмом займусь. Ну, надо же было пересдать TOEFL. Нет, дело же не в этом. Я просто решила, что я не хочу платить столько много денег, и потом, знаешь, работать на какого-нибудь дизайнера год или два бесплатно, и быть как бы такой слэйв, да? Вот, и поэтому я ушла от этой темы, начала заниматься инстаграмом, была моделью, да, social media. И в прошлом году случилось очень много перестройки, так скажем, в моем мозге, в моей личности. Я стала, решила найти себя, решила понять, что я хочу, вообще, какой смысл моей жизни, да, такой экзистенциальный кризис случился со мной. Работала долго с психологами, с бизнес-коучами, и в итоге вернулась к фэшн. Вот, и начала заниматься именно стилем, одеждой, и на самом деле я в шоке, как у меня быстро все это развивается. Вот, какие у меня цели на ближайшие несколько лет? Я хочу работать с Celebrity, я хочу работать с Doja Cat, Julia Fox, Rosalia. Это прям твой стиль, да. Да, да, вот я именно с ними хочу работать. Вообще, я очень люблю такую экстравагантную, яркую, hot моду, да, потому что такое, типа... Я тебе сегодня немножко утомила, да, с вами. Не, а зачем? На самом деле мне нравится, как бы, вдохновлять женщин, не бояться быть собой, не стесняться, как бы, не бояться заявить о себе, взять все то место, которое им принадлежит. То есть, да, don't be small, take everything. Вот, это мой такой, ну, как бы, то, что я несу в масло. Вот, потом я хочу развить, начать делать свои курсы, обучать других стилистов, да, обучать просто людей, как разбираться в луках, как это, в общем, ну, самим понимать, как это делать. Вот, в принципе, ближайшие, наверное, цели такие. Класс, офигенно. Спасибо. Ну все, с тобой на Мэтгалу стилизуемся. No problem. Команда на Мэтгалу готова. Последний свежущий элемент на Мэтгалу. У нас есть фотограф, у нас есть стилист, остался визажист. Теперь визажист, теперь визажист. Алина, ты из Питера? Я из Петербурга. Мы с ней уже снимали, просто один из, мне кажется, во всем мире, один из моих самых любимых визажистов, волос, и так далее. Еще эта на обложку попала в твои песни в Spotify. Да, 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 да. Мы ставили на обложку, и вообще, мне просто так нравится, как Алина делает мое лицо. Алина живет в Майами, я все знаю, я вам все сама расскажу, говорю, что Алина живет в Майами, собирается в Нью-Йорк. Какая у тебя большая цель? Но ты еще не все знаешь, может быть, может быть. А, давай, секретика. Да, ну я переехала в Майами год назад, скоро же будет год, Санкт-Петербурга. И я здесь, наоборот, слишком расслабилась, поймала зону комфорта, мне очень хочется ближе такого в Нью-Йорке. Большая цель, это, конечно, стать одним из самых узнаваемых крупных бьюти-инфлюенсеров в США. Классно, что ты больше инфлюенсер, свои ребята в Нью-Йорке. Да, да. Так как я не могу отказаться от работы с невестами, возможно, иногда брать суперзвездных невест, парочку вместе с какую-нибудь звезду, которая выйдет замуж, это было бы классно тоже. И очень хочу стать лицом одного из крупного косметического бренда. Или, может быть, даже вместе с косметическим брендом выпустить совместную коллекцию. Это моя большая мечта. Кайф. Купим за то, чтобы у нас у всех все получилось. Мне нет. И желательно в ближайшие пять лет, чтобы нам было глядеть. Ну что, ребят, я в аэропорту Майами, этот влог заканчиваем. Мне кажется, эти два дня были просто мега продуктивные. Мне так понравилось, так классно. Прям вот таких бы поездок бы больше. Не знаю, что я немножко, конечно, не выспалась. Точнее, немножко я вообще не выспалась, потому что джетлаг вот этот трехчасовой, он серьезный, если ты приезжаешь, и сразу у тебя как бы в четыре часа условно утра по твоему времени начинаются съемки. Но я все равно безумно благодарна тому, что в этот раз было. Лечу домой. У нас буквально пару недель до следующего... А как же, мы улетим в Лас-Вегас на следующей неделе? А, ну, буквально на несколько часов. А потом у нас поездка в Канны, в Канны. Вот, так что будем с вами на связи, буду все для вас документировать. Не забывайте меня фоловить, не забывайте подписываться, в Телеграме подписывайтесь, в Инстике подписывайтесь. И до скорых встреч! Пока-пока!